Перед жюри стояла нелегкая задача выбрать лучших из 47 участников. География конкурсантов в этом году не очень обширная. Всего три страны – Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Но уровень подготовки и артистизм молодых исполнителей, по словам членов жюри, просто зашкаливает. Во время гала-концерта победители исполнили любимые романсы. И не только победители. Почетные гости и члены жюри показали всю мощь своих голосов во время грандиозного концерта. В 13-й год подряд в Шумкент приезжает Галина Преображенская, организатор и ведущая московской романсиады. И все 13 лет Галина Сергеевна – бессменная ведущая заключительного концерта в Шумкенте и председатель жюри нашего конкурса. Сама Преображенская считает этот музыкальный проект не просто перспективным, но и необходимым. Не будет преувеличением сказать, что сегодня мир держится, может быть, во многом на могуществе и культуре России и Казахстана. Очень во многом. И у меня такая есть мечта, чтобы мы не хуже можем, между прочим, показать нашу силу. Наш Гергеев Валерий Висалыч выезжал на Валерию, дирижировал там, это была симфоническая программа. Если мы сможем доказать, что русский и казахский романс – это сила не меньше, чем огромный симфонический оркестр, то, я думаю, мы свою задачу во многом выполним. И ради этого, собственно, мы здесь все собираемся, ради этого Аксакалы и наша молодежь встречаются вместе. И если бы не ваша поддержка, то вот как можно удержать так долго? Это, конечно, это подвиг. Гран-при казахской романсиады в Шумкенте получил конкурсант из Узбекистана. В этом году я почувствовал, как романсы льются, как душа принимает в романсы. В этом году хотелось попробовать этот конкурс. В прошлом году хотел, но как-то у меня еще не дорос в прошлом году, чтобы для романсов именно не дорос. Потрясающий артистизм и обаяние на сцене во время гала-концерта проявил обладатель первого места Улан Асамуддинов. Он признался, что романсы в его жизни занимают главенствующее место. Причем, по утверждению вокалиста, Улан поет их на всех праздниках. И каждый роман используется успехом не меньшим, чем популярные эстрадные шлягеры. В Кыргызстане поют, оценивают. И есть эстрадные песни. Человек, каждый, внутри это чувствует. Он разбирается, не разбирается, но когда он чувствует искусство, он начинает привноситься, и что-то внутри у него открывается. Вот говорят, мурашки бегут по телу. И люди, это чувствуя, начинают идти к этому прекрасному. Потому что мы, артисты, мы должны показывать это людям. Не у каждого есть такая возможность это все видеть каждый день. Но даже иногда на концертах мы должны им это показать. Со сцены и из зрительного зала звучат пожелания удачи и успеха. Победители поздравляют друг друга, члены жюри озвучивают напутствие конкурсантам. А зал взрывается бурными аплодисментами, провожая со сцены исполнителей, в одночасье ставших любимцами публики. Впереди следующая романсиада, 20-я по счету, юбилейная.